так коллеги еще раз здравствуйте начинаем наш вебинар давно уже не не слышали с лета меня зовут Кровенкова Наталья я функциональный архитектор по ЗУП и по регламентированному учету функциональный архитектор по блоку казначейства в системах УХ и РП и РП и ведущий аналитик по бюджетированию в один из управления холдинга сегодня мы опять начинаем нашу рубрику про заработную плату постараюсь выпускать вебинары где-то раз в две недели как и раньше было будем разбирать документы будем разбирать расчеты что для чего где нужно и какие есть нюансы и так сегодняшняя наша тема это кадровый учет документ не явка зачем нужен как сделать что выбрать вообще для чего нужен с чем его едят рассматривать будем на базе корп базе тестовый от один из а поэтому базу я сейчас выведу на экран должна была появиться база я под своей учеткой завела себе своего пользователя почему корп-версия у нас просто есть доступ и корп-версия базовая и самая простая обычная версия мы опров-версия базовая вот это как раз и корп-версия мы рассматриваем на корп-версии потому что у нас есть и корпоративные клиенты которые тоже время от времени заходят на вебинары и на корп-версии просто больше документов вся разница и есть управленческий учет дополнительные разделы корп-версии на данный момент да не выведены не про вас внешнего вида но если необходимо будет да можем сделать какую-то встречу где будут различия между версиями и как а с этих различий на данный момент мы сконцентрируемся с вами на документе неявка на самом деле простой но очень значимый документ для нас в котором очень часто ошибаются коллеги либо кадровая служба либо расчетный отдел и не всегда корректно когда хотя там несколько полей да могут его заполнить и потом получают не совсем корректную отчетность по человеку именно конкретно по его отсутствию в каком статусе он был и на какой момент стало известно у его больничном достаточно часто из-за этого приходят именно письма с трудовой инспекции потому что табель при проверке да например при каких-то проблемах при обращении в трудовую инспекцию когда они запрашивают табель например на человека у нас некорректные буквы в табеле итак как вообще включается неявка да где ее включить сейчас давайте еще наверное вернемся на слайдик скорее всего вы впервые на наших вебинарах потому что я не знакомые учетки на предыдущих вебинарах вебинары у нас в прошлый раз закончились летом честно говоря руки не доходили до вебинаров поэтому если вам какие-то темы дополнительные интересные вы можете написать нам на почту почта есть на последнем слайде 1sconderline.com вот здесь и например предложить свои темы вебинаров которые вам необходимы точно будет вебинар по отпуску потому что в прошлый раз вы очень сильно просили и скорее всего это была тема даже двух вебинаров потому что есть очень много моментов которые нужно разобрать и скоро у нас опять летний сезон отпуска с пометочкой вот на эту почту для Кривенковой Натальи но можете продублировать копию поставить мою почту тему можно назвать для вебинаров по зубу и для Кривенковой Натальи итак наша повестка да это где включается документ неявка вообще какие они бывают сам документ разберем посмотрим как отображается вообще неявка в табеле в каком случае она будет стоять в табеле верно в каком неверно и посмотрим аванс и зарплату с документом неявка и без него презентацию сверну и вернемся в систему итак где включается наш документ наши документы все так же включаются в разделе настройки у нас есть два самых главных подразделок которые отвечают за включение тех или иных опций управление персоналом хана труда и финансовый учет это блоки именно корт версии да вот этой буквы корт поэтому мы сюда заходить не будем смотреть не будем там для нас нет необходимой информации у нас есть соответственно кадровый учет и расчет зарплаты а в кадровом учете у нас идут общие настройки и настройка штатного расписания в том числе воинский учет включается выключается в расчете заработной платы как раз таки идут уже расчетные опции и в том числе самое главное для нас на данный момент это настройка состава начисления удержаний итак переходим настройка состава начисления удержаний если у вас внешний вид например да не такой как у меня у вас может быть желтенькая вот эта вся часть с левой части экрана это просто ваши внешние настройки которые вы можете поменять бинар на эту тему у нас был можно найти на канале на youtube например переходим в раздел настройки еще раз так покажу и расчет заработной платы проходим по гипер ссылке настройка состава начисления удержаний щелкнув на нее и перед нами открывается новое окошко настройка состава начисления удержаний и разные вкладочки нас интересует с вами учет отсутствий то есть мы должны посмотреть с вами варианты отсутствий которые включены на момент переноса из например зика 2.5 зарплаты и кадры 2.5 в зуб 3.1 данные настройки делаются при первом запуске базы обычно либо консультант просит присоединиться бухгалтера по расчету заработной платы кадровика или если это небольшая организация то это один человек да все в одном если настройки делали самостоятельно и что-то вы побоялись включать например на момент переноса да вы можете до включить именно на момент переноса но выключение в базе каких-то опций когда уже например в год ведете учет в системе это чревато последствиями мы тоже разбирали на одном из вебинаров что пропадают целые блоки разделы и летит учет и достаточно проблематично потом восстанавливать эти документы поэтому до включать что-то мы можем выключать можем но это забернется какими-то проблемами либо для системы либо для учета если эти документы использовались например например да сейчас у нас уже автоматически включены вот здесь галочка прогулы неявки и у нас есть вот такой документ кадров отсутствие болезни прогулы неявки весь журнал и в нем есть документы если я сейчас выключу применение закрыть подождем обратите внимание да у нас был открыт мы просто перешли в открытую вкладочку у нас вот так странненько выглядит раздел в котором только что было несколько документов при этом всем в учете заработной платы начнутся проблемы пересчета такая же вещь достаточно серьезная произойдет со всеми документами особо проблематично это в случае когда вы меняете штатку на эту тему тоже были отдельно два вебинара если интересно можете посмотреть как включается штатное расписание какие есть варианты и если у вас максимальный какой-то вариант с настройками самый последний где ведется и с историей и с отдельными документами дополнительными то выключение уже этого не получится безболезненно так чтобы вернуть документы сюда и опять же смотрим здесь у нас сейчас пропали на отдельный раздел который был здесь мы вернемся обратно и вы включены это тестовая база здесь можно делать такие вещи на рабочей базе отключение еще раз повторю очень серьезные последствия имеет мы включаем с вами простое отстранение мы не включаем пока что внутрисменные простоя здесь есть описание что что нужно да в некоторых поле есть расшифровка не всех внутрисменные это например если бы у нас был бы завод и человеку нужно было бы отлучиться внутри смены на 2-3 часа и при этом да у нас режимное предприятие у нас режимный объект был бы где каждый выход да с рабочего места даже на 2 часа раньше сопровождается служебной запиской соответствующим приказом за ранее оформленным поэтому в данном случае на данной базе мы это не используем опять же мы это можем как-то разобрать подробно вот такие небольшие настройки для именно огромных заводов на примере нескольких вебинаров но сомневаюсь что они будут пользоваться большим спросом потому что заводы обычно просто забирают себе специалисты на какое-то время и специалист проводит у них прям внутри обучение каждый раз это обучение индивидуально мы обратно вернули наши настройки заходим проверяем появились ли у нас отсутствие 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 сохранением оплаты все отсутствие есть тот блок нет значит он у нас появился но не выведен на экран если чего-то не вижу то например можно воспользоваться маленьким поиском здесь в окошке окошко работает на все включенные разделы ищет нужное слово или нужный документ во всех именно включен то есть тех которые мы видим разделах да у нас включились отсутствие неявки давайте посмотрим неявки неявки не появились я не нажала применить а прогулы неявки прошу прощение промахнулось так и документ у нас снова появился отмеченная рядочка это все документы которые я отмечаю для себя чтобы сразу было видно даже издали так у нас есть два похожих журнала называется отсутствие болезни прогулы неявки и на список сотрудников данные ссылочки это ссылки на журнал это называется журнал документов а отдельный документ это внутри то что по кнопочке создать чем отличается у нас отсутствие болезни прогулы неявки одно от списка сотрудников во втором варианте в первом случае у нас создается у меня уже есть заранее забитые примеры Как раз вебинара Юльского, где у нас на документ один, в одну и ту же, например, дату составленный, есть несколько человек, у которых может быть, ну, например, с 22-го человека точно не будет, а 23-е. Написали, провели. Почему нажимаю записать? Время от времени при записи, если не записывать документ, да, то есть как будто галочка такая, кнопочка сохранить, да, иногда она бывает, дискетка нарисованная, провести это уже полноценно, провести изменения для системы. Запись, это запись, может быть, и без проведения документа. Есть привычка, потому что время от времени в больших документах, которых заполняешь, нужно нажимать записать в случае любого глюка чего-то остального, если там случайно закрыли документ, остановитесь на последней записи, а не на заново заполнение огромного документа. Поэтому у меня привычка всегда нажимать вначале записать, и если я уже понимаю, что я могу документ провести, я его провожу. Если изменения какие-то делаю быстро, в каком-то небольшом документе, то да, я иногда нажимаю провести и закрыть. Никакого криминала нет, это просто привычка. У меня привычка работать с большими объемными документами, где огромное количество людей. Только по этой причине. Итак, у нас может быть такое, да, что документ составленный одним днем. Давайте изменим, наверное, дату все-таки на март. На наш март. Например, мы узнали... 24-го, единственное, что... День. Хотела поменять цифр. День, чтобы не перевозвлечать. Итак, 22-го на 3-го мы узнали, например, что у нас два сотрудника не вышли. Один конкретно вот сегодня не вышел с утра, а другой, например, мы знаем точно, что не выйдет сегодня и завтра. Это в документе, который отсутствует болезни прогулы неявки на список сотрудников. Да, вот он открыт, расшифровка этого документа. А если у нас делается отсутствие болезни прогулы неявки без вот этой дописки на список сотрудников, то у нас будет вот второй вариант документа. Когда у нас на одного сотрудника заполняется отсутствие прогулы неявка. Внешний вид. Я думаю, хорошо видно, да, различия в данный момент. Что у нас с какими-то дополнительными, возможно, полями? Здесь, например, нет возможности у нас, да, ввести замещение на период неявки. Опять же, не все компании у нас ведут замещение официальное, не все компании доплачивают. Это обычно есть практика на больших заводах-пароходах, да. В небольших компаниях замещений фактически не существует. Также точно в большом документе, да, который на несколько сотрудников у нас отсутствует, да, вообще в принципе вот эта вот галочка, где-либо, либо галочка, либо гиперссылка ввести замещение. Просто как класс. Потому что подразумевать, что если вы в большой компании, то есть отдельные документы, которые открываются, да, в нашей версии, которую мы заполняем. Например, там совмещение должностей, исполнение обязанностей. Поэтому на одного сотрудника есть эта опция. На много сотрудников одним документом такой опции нет. Это находится в другом разделе. Итак, в чем же у нас еще принципиальная разница в документе отсутствия болезни прогулы неявки? Сейчас закрою списком, оставлю только наш один документ на одного человека. Пример заполняла я под другой учеткой. На нашлось, не ошибаюсь, директора. Сейчас посмотрим. Начальник управления. Так. Заполняется автоматический месяц. Попробуем создать новый. Создать отсутствие болезни прогулы неявка. Да, и заполнить. Автоматически у нас проставляется месяц, когда мы создаем этот документ. То есть всегда это месяц, который на сегодня. Организация. Так как у нас одна организация и два филиала, у нас есть выбор. Бывает такое, что у вас просто одна организация в базе. Бывает, что у вас несколько организаций даже, а не филиалы. То есть как разные вообще юрлицы никак не связанные. И выбираем сотрудника из списка сотрудников. Давайте еще раз вождем нашу базину. Спрашивается, да, дата начала неявки, дата окончания неявки. Напомню, у нас сотрудник уже, если не ошибаюсь, был в документе. В документе июньском. Нет, здесь был Булатов. Отлично. Тогда мы можем на этот же день, например, создать базину тоже неявку. Итак, у нас есть опция выбрать даты, когда у нас происходит неявка. И выбрать опцию освободить ставку на период отсутствия или ввести замещение на период неявки. При нажатии на замещение нам система ругнется, потому что у нас документ не записан. Обратите внимание, вот здесь сверху документа. Здесь есть кнопочка только провести, закрыть, записать и так далее. И называется документ отсутствия болезнь прогул неявка создания со звездочкой. Достаточно часто обращаются пользователи, просят посмотреть в них документ, что у них что-то не формируется, но при этом документ не записан. То есть пытаются сразу же, например, провести. Возникает какая-то ошибка, система у них ругается на что-то, что якобы неправильно заполнено, или какая-то системная ошибка. Но при этом я со своей стороны, да, или любой консультант воспроизвести не может эту систему, эту проблему. И вот здесь бывает, что скрины настолько маленькие, что не разобрать, да, заполненные поля, и идет дополнительное уточнение информации, например, на какого сотрудника, в какой период, а какой документ. Поэтому, если вы можете подключать к себе сотрудников, например, да, у вас кто-то на аутсорсе, или есть собственный аналитик в компании, то всегда-всегда оставляйте ему пример, то есть готовый пример. Да, провестись документ может не проведется, в какой-нибудь ошибке, которая у вас сформировалась, которую вы не можете, да, преодолеть самостоятельно. Но, например, записать для того, чтобы не воспроизводить пример и не мучить вас дополнительными вопросами, вы можете всегда. Плюс очень удобно, вы всегда можете либо сделать скрин и отправить, либо вариант 2, если у вас какая-то система, например, у вас не Outlook, а вот какая-нибудь система типа Bittrex, или, например, там сервис-деска, где ограничено, да, что нужно сохранить документ, чтобы приложить и так далее. Какой-то ряд манипуляций сделать проблемный для вставки именно положений, то есть любых файлов. Вы всегда можете на документ, который вы сохранили, да, который вот теперь уже не имеет галочки создания, вот это когда уже имеет четко номер и дату, нажать вот на такую скрепочку наверху. есть такая кнопочка копировать и закрыть, можно показать ссылку, нажать Ctrl-A, Ctrl-C и вставить в ту систему, в которой проблематично высылать скриншоты. И специалист получит именно полностью вот ссылочку на документ и сможет его зайти и увидеть своими глазками, да, без скриншотов и сохранения этих скриншотов и пересылки каких-то системок, потому что есть системы, в которых не так легко прикрепить скриншот или какие-то сбои происходят. Время от времени такое даже было, бывало в джире, в предыдущей версии. Итак, про документ. Возвращаемся к заполнению, да. На данный момент документ у нас заполнен, но не проведен. Закрою лишнее. Обращаем внимание, да, что галочки провести нет. Я изначально этот документ не проводила, и сейчас я просто его сохранила, чтобы дальше, например, какие-то манипуляции с ним делать. Дату отсутствия сотрудника мы проставили. Как мы ее узнаем? По кадровому учету мы обязаны отражать, если прям брать жестко-жестко-жестко законы и как это происходит в реальности. Мы сейчас с вами найдем сильное отличие. По кадровому учету мы обязаны каждый день сотрудника неявки табелировать его первую неделю. Каждый день, если не ошибаюсь. Вторую неделю с комиссией составляется, что человека нет на рабочем месте, делается акт. Особенно если вы хотите оформить праву и сотрудника, например, уволить по статье или хотя бы пригрозить ему, чтобы он сопостоятельно покинул нашу прекрасную компанию и иметь какое-то на него давление. Такое тоже делается, но крайне редко. Если эта ситуация абсолютно обычная, вот человек у нас заболел, мы также точно обязаны его табелировать каждый день неявкой до принесения им больничного листа и показа этого больничного листа, например, или до получения сейчас уже электронного номера больничного листа, когда перешли полностью уже на электронную систему. Например, сотрудник позвонил с утра руководителю, сказал, что он сегодня берет больничный, у нас там время 9-15 утра, но сотрудник еще не попал у нас ни в больницу, ни к врачу, ни к терапевту, ни к кому. Например, ОРВ у него обычный. Но нам, как кадровику или как расчетчику, эту информацию сообщили. Как мы должны отобразить именно эту информацию? Если мы выберем болезнь больничная еще не закрыт, есть системы, в которых раньше была просто болезнь, вот этой дописочки не было, прогул, отсутствие под невоясненной причиной, лет в стране нет работы. От этого зависит, как будет заполняться табель конкретно данного сотрудника до принесения им, например, больничного листа, если мы говорим про болезнь или по отсутствию невоясненной причины. По невоясненной причине. Вид времени мы тоже можем расшифровать. Это всегда ННК, но здесь все будет то же самое. То есть он будет называться так же, обратите внимание, как и вот эта часть. Это просто вам показаны еще раз настройки, которые у нас и так есть в списке видов использования рабочего времени и которые уже заведены в систему. Все, что черточка и такой кружочек, это те, которые стандартно есть в системе. Допустим, у вас могут быть какие-то ваши конкретные виды, которых здесь нет. Например, там, не знаю, донорские какие-то. Да, у нас здесь нет донорских, не внесено. То есть человек у нас может отсутствовать, потому что он у нас, например, сдавал кровь. Но у нас еще с вами нет документа. Мы не знаем, да, он честно сегодня сходил, сдал кровь или соврал нам, да, там он находится дома, на самом деле, там подвижный. Вот. Поэтому мы с вами табелируем сотрудника как отсутствие. Чем отличается отсутствие от поневоисленной причины, от болезни больничной еще не закрыт? Давайте посмотрим на примере табеля. И я еще отдельно прокомментирую. Сейчас мы проведем документ. Да, у нас появилась строка, что странировать или исправить. Пойдем посмотрим табель. Зарплата. Отчеты по зарплате. Мне обычно лень искать его, он вот в этом уголке, если у меня маленький экран, если большой экран, я его сразу вижу. Время от времени можно себе облегчить жизнь и сделать вот так. И мы получаем табель учета рабочего времени. Давайте попробуем на... Наверное, на март сразу взять. Месяц. Вот так. Сотрудник... Кто у нас там в базе? В базе. Организацию можем не выбирать, потому что сотрудник и так у нас работает в одной компании, в одном юрлице. Если у вас этот сотрудник, например, часто директора работают в двух компаниях, при неуказанной организации, табель будет сформирован по одной компании в начале, да, потом тут же ниже по второй компании. Если он числится в двух подразделениях одновременно, будет совместитель, возможно, там... или имеющий совмещение, совместитель точно будет иметь второй табель. Если он в другом отделе какую-то дополнительную работу выполняет, да, у нас каждый раз будет отдельно именно табель. То есть если у него две карточки сотрудника, например, на какое-то основное место и какую-то там дополнительную работу, подработку в нашей же компании, то у него всегда будет два табеля. Да, один и тот же период, пока он работает. Итак, у нас базин стоит на мконе. Почему не стоят явки? Потому что у меня не сформирован, да, производственный календарь на этот период времени. То есть обратите внимание, да, здесь пустышки. Время от времени, особенно актуально в конце года, у вас бывают тоже такие ситуации, что производственный календарь еще 1С-компания не подгрузила, а вам нужно вперед уже вносить возможные отпуска на январь и даже, и даже на февраль. Причем еще в декабре точно иногда бывает, что и в октябре заранее забиваются отпуска. Не проводятся, например, да, но забиваются для расчета. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Раз в году 1С это выпускает при обновлении, но в этом году, конкретно в 23-м, они выпустили обновление очень поздно, то ли 30 декабря. Обычно выпускают уже в октябре. И все производственные календарии формировались вручную. Да, обратите внимание, у нас календарь Российской Федерации весь красный, он вообще не заполнен. Мы нажали заполнить по умолчанию и подтянулись, например, все наши праздничные, предпраздничные, кроме переносов, например, да, у нас там 27 апреля рабочий день. Про производственный календарь поговорим, как мы в других видео расскажем. Нюансы заполнения, если вы делаете это руками самостоятельно, например, в этом году повторится ситуация, как была в предыдущем, в 23-м. А пока что просто сформировала и переформировываю табель. Так, кроме производственного календаря, что у нас еще может быть не так? Производственный календарь мы сформировали, а все так же мы ничего не видим. На производственный календарь у нас завязаны графики работ. Обратите внимание, что сотрудник у нас работает не только по производственному календарю, по производственному календарю считаются дни. Одни мы сотруднику назначаем в приеме на работу или в переводе кадровым по графикам работы. Поэтому нам необходимо еще заполнить график работы. В этом году это был, наверное, один из самых популярных вопросов. Про производственный календарь и графики работы. Так как у нас базер работает по пяти днях, но у нас, не ошибаюсь, не сменщик, мы можем проверить, каким образом. Зайти в его карточку и посмотреть, как он был принят. У него хоть график работы 4.3, но у него совершенно пустой график на этот год. Хотя стоит галка «Автоматическое обновление по производственному календарю». Но так как производственный календарь у нас был пустой, у нас график, соответственно, пустой. Мы попали в графики работ через карточку сотрудника, которую вызвали изначально из документа «Отсутствие болезни явка». Здесь мы нажали на двойное окошко, открылась карточка и отсюда попали в графики. Также точно в графике работ, чтобы не на каждого сотрудника проваливаться, когда мы заполняем их для всей компании, мы заходим в «Настройки» и здесь находим «Графики работ». Они сейчас не бросаются в глаза, потому что они мне не отмечены, но находятся они в разделе «Предприятия», в подразделе. Вот они графики работ сотрудников, и мы также точно видим наши графики работ. У меня данный график вообще был помечен на удалении. Итак, что можно сделать с этим графиком работа? Ну, можно просто заполнить по производственному календарю. Данные были изменены, это потому что я только что данные изменила. Система на это обратила внимание. Изменим свойства графика, посмотрим, что у нас. В принципе, все верно. Но я бы еще добавила. И у нас заполнился график работ по производственному календарю, плюс по основному графику «Пяти дней в кафтографике работ». Это была тоже отдельная тема, возможно, не на один вебинар, а на два или три, потому что в графиках работ есть огромное количество нюансов по всем вот этим галочкам, которые на данный момент я пока пояснять не буду. Иначе мы во время не уложимся, в принципе. Просто сейчас верим, что график мы заполняем. График стал заполняться после кнопочки, как я нажимала «Заполнить». До этого он не заполнялся, потому что у нас не было производственного календаря. После производственного календаря, когда у нас появились именно рабочие и нерабочие дни в году, мы уже эти рабочие дни скрепляем с количеством рабочих дней в месяц и раскидываем на смены. И далее заполняется наш график автоматически, если у нас все правильно указано. Нажимаем «Записать» и «Закрыть». Чтобы еще раз не проходить вот так через кадры, через каждого сотрудника, карточку сотрудника и не проваливаться, когда нам иногда нужно изменить графики. Здесь, например, можно сотрудников тестовая база рабочего, и, конечно же, все у нас не так. Сотрудников достаточно много, очень часто еще мелькая даже карточка уволена сотрудников. Мы можем просто в графиках работы, видеть все наши графики, перейдя изначально сюда. Очень рекомендую графики работ держать в порядке, потому что то, что он только что продемонстрировал, при отсутствии производственного календаря, при огромном количестве непонятных графиков, бывает такое, что у компаний графиков много, одних и тех же одинаковых. Например, у меня сейчас называется «Пятидневка», она может называться как угодно, она же может называться, например, «Сорок часов». «Смена один» — график непонятный, то есть какую смену он имеет в виду, что нужно для того, чтобы посмотреть, чем отличается. Нужно заходить в каждый график, глазками сравнивать. Лучше стандартный график «Пятидневка» 5-2 по 8 часов называть либо «Пятидневка», либо какой-нибудь там «Стандартный» и «Рабочий». «Пятидневка» — это название обычно от 11, то есть стандартное, оно даже у вас изначально, скорее всего, будет предзаполнено. Все остальные графики и смены называть более понятно хотя бы в названии, чтобы помещалось, что это за график. Например, смена здесь явно с ночными часами и смена здесь 8 часов. Например, там график, там, не знаю, 2 через 2, смена там 12 часов. Или там 2 через 2 — 14 часов. Или 12 слэш 2, то есть 12 дневных, 2 ночных, чтобы сами в них не запутались. Итак, офф-топ про графики. Графики работ мы заполнили. Лишнее опять закрою. И вернемся опять на штабель учета рабочего времени. Теперь попробуем сформировать. И вуаля! У нас формируется заполненный график, заполненный табель по его графику работы на момент формирования. Почему график заполнен не полностью? Да, и почему у нас вот здесь, например, пусто? Да, просто потому что у меня дата указана по 22.03. Тоже достаточно частый вопрос. Смотрите, когда вы формируете какие-то отчеты, у вас всегда... Закроем и зайдем заново. Обратите внимание, остались все предыдущие настройки. Мы его же, да, вот мой пользователь, я под этим пользователем, это я. Я зашла, и все мои настройки с последнего раза, они сохранились. Бывает такое, что вы заходите, меняете фамилию, но забываете поменять дату. И у вас вопрос, почему не формируется табель или какой-либо другой отчет. По фамилии, например, по периоду. Период где-то некорректно поставили. Такое тоже бывает. Всегда просто проверяйте вот эти моменты самостоятельно. Например, что-то там где-то могли забыть. Просто элементарно забыли. Переставили на конец месяца. И сформировали табель. Обратите внимание, да, у нас сегодня, да, на 22 число мы формируем на 22 число. Но в табеле у нас, да, здесь стоит выходной день. И у нас МН-ка пропала. Почему у нас пропала МН-ка, если у нас документ проведен? Потому что у нас есть вытесняющие виды времени. Да, например, вытесняющий вид времени у нас выходной день. И МН-ка не вытесняет выходной день по графику. Что мы можем сделать? Например, для того, чтобы это проверить, нам нужно попробовать воспроизвести правильную цепочку действий системы. Скорее всего, вы тоже-то где-то слышали, что нарушена последовательность введения документов, нарушена цепочка документов в системе. Под этой фразой имеется в виду, что какой-то документ или какой-то процесс, а возможно, не один, был сделан, когда уже был введен документ необходимый, из-за которого мы увидели ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, пошли эти ошибки исправлять, а у нас все равно ничего не получилось. Есть такое понятие, как последовательность документов. Если она у нас неправильно введена, у нас, соответственно, и не будет правильного отображения. Сейчас мы вначале заполнили производственный календарь, как положено, потом график работы заполнили. Теперь мы вернемся и просто перепроведем наш документ. Сняли с проведения? Провели. Расчет утвердил. Галочку нужно нажимать. Для чего это делается автоматом? Для того, чтобы не забывали проверять расчеты в документах, не забывали перепроверять, например, даты. Это очень важно для расчетчиков обычным. Еще раз идем на штабель учета рабочего времени. Формируем. И все так же у нас выходной день. Почему остался выходной день, хотя мы восстановили последовательность документов? Есть вытесняющие виды времени. Вытесняющие виды времени – это те виды времени, которые идут всегда поверх нашего любого другого документа с учетом вида времени. Документы с учетом вида времени – это все варианты отсутствий. Это может быть отпуск, это может быть больничный, это может быть отсутствие по невыясненной причине, как вот наш документ. Это может быть оплата по уходу за детьми инвалидами, это может быть оплата донорских, это может быть отсутствие с сохранением заработной платы, например, по каким-то моментам у нас сотрудников вызвали в военный комиссариат, у нас этот день будет оплачен. То есть вариантов по времени, кроме рабочего, кроме явки, у нас на самом деле много. Но самой главной всегда считается командировка, которая перекрывает все, и больничный, который перекрывает даже командировку. А именно отсутствие болезни и неявка – этот документ очень сильно второстепенный. То есть будь у нас больничный лист, он у нас здесь перекроет выходной день. Но так как у нас отсутствие и неявка, то есть просто будет ННК, у нас не перекрывается. Хорошо, давайте попробуем без введения больничного листа просто изменить болезнь, больничный еще не закрыт, например. Ну мы же можем ввести, правильно? Опция такая есть, больничный еще не закрыт. Почему бы ее не воспользоваться? Переформируем табель. Обращаем внимание, да, в табель у нас появилась буковка Б. То есть ННК у нас не было на данный момент, а буковка Б больничный у нас появилась, хотя документ – отсутствие болезни, прогулы, неявка, а не больничный лист. Давайте еще попробуем отсутствие болезни, неявку. Например, например, еще один документ ему ввести на его рабочий день. По табелю он у нас работает 25-го. Давайте ему на 25-е. Введем просто отсутствие поневыясненной причины на 25-е число. И посмотрим сейчас на наш табель. Итого у нас два документа, одинаковых абсолютно, отсутствием поневыясненной причине, но выбраны разные опции. Да, в данном случае у нас проставляется ННК. Почему так? Чем это чревато? И для чего вообще когда-либо 1С добавляла эту опцию отсутствие болезни, неявка, может ли она заменить больничный лист и для чего она вообще нужна? Возвращаемся к началу нашей встречи. Отсутствие болезни, неявка, нужна больше всего именно кадровой службе для отображения день в день, именно в смену, когда человека нет, того, что он не явился у нас на работу. На нижнюю часть пока не обращаем внимания, сейчас поясню в общем объяснении, что это такое. То есть отсутствие болезни, неявка, нужно для того, чтобы отобразить именно в день выхода на работу, то есть в день, где буковка Я, например, была бы, или командировка, что человек у нас по какой-то причине на данный момент не выполняет свои рабочие обязанности. Так как у нас человек заболел в выходной день, когда мы изначально пробовали вести выходной день, у нас здесь не было неявки. Почему? Потому что выходной день, но заболел он в выходной день. Да и фиг с ним, что называется. Потому что нас этот день как кадровую службу и как работодателя не касается. Он мог и помереть выходной день, в конце концов. И мы об этом узнаем только в будний день, когда он должен будет выйти на работу. Никто в свой выходной день обычно работодателю не звонит и не говорит, слушай, я сегодня заболел. Это делают только в случае, если заболел человек серьезный и понимает, что он не выйдет в рабочее время. То есть он не выйдет после выходных или заранее предупреждает, что такая возможность есть. То есть я не факт, что выздоровлю за выходной и отлежусь. Возможно, меня не будет вот в день, когда у меня начинается смена. Но то, что он в выходной заболел, документ отсутствия, у нас вроде как был введен в систему, но на табель никак не повлиял. Но как только мы в документе отсутствия неявки выбрали вместо ННК, вместо неявки по невыясненной причине, в больничной у нас тут же появилась буковка Б. При этом у нас появилась дополнительная подписочка отсутствия болезни. Ссылка на наш документ. Данные не включены в расчет заработной платы. Что это значит? Это значит, что у нас этот документ не является официальным больничным. В недавних версиях у нас появилась здесь возможность, кроме вот этой вот дописочки, больничный еще не закрыт, ввести номер больничного листа ЛН. Для чего это нужно? Так как у нас вот этот документ, это больше для введения факта выхода человека на работу или не выхода, и не является расчетным, здесь есть возможность сослаться на расчетный, например, сейчас посмотрим, на расчетный документ. Что будет, если мы подадим вот такие данные без заполненного листка нетрудоспособности в нашу трудовую инспекцию. Вот, например, человек у нас заболел, и, к примеру, здесь будет все в буковке Б, не знаю, до конца недели, до 25-го. Сейчас у нас должно ругнуться на то, что уже зарегистрировано. Зарегистрировано. Система изначально имеет встроенную проверку. Давайте еще раз, наверное, покажу. Быстро щелкнуло. На период 25-го марта по сотруднику уже зарегистрировано отсутствие документов, отсутствие болезненной явки. Провести документ. А система нас предупреждает о том, что есть уже в системе документ на определенную дату. Для чего это сделано? Для того, чтобы случайно не наколбасить несколько документов на одного и того же человека. Причем есть системы, в которых это прям заблокировано. То есть, если нажмешь «Да», документ все равно не проведется. Он опять будет спрашивать тебя провести документ, не провести. И в других системах он дает провести, но тогда у тебя распроводится, например, документ на 25-е. Абсолютно нормальная система. Это сделано именно для того, чтобы избежать, грубо говоря, очередная проверка внутренняя, для того, чтобы избежать лишних ошибок. Мы провели, распровели наш предыдущий документ на 25-е число, и теперь перепроведем этот. Правильное, конечно, снимать проведение, проводить данного. В больших системах время от времени бывает глюк, что если вы сверху провели, система не записала данные во все регистры, и вот вы видите глазками, что с 22-го по 25-е у вас документ проведен, все правильно, а вот последние изменения, например, что здесь было 22-е, а 25-е в регистрах не отобразилось. То есть регистры будут по 22-е. Был такой глюк, он уже исправлен, тоже 1СК, но по старинке и по правилам лучше вот так делать, чтобы регистр самоочистился. Когда мы отменяем от проведения, снимаем, то регистр самоочищается, и после проведения заново заполняется вот этими данными. Тоже осталась старая привычка, поэтому поверх не перепровожу и не рекомендую. Итак, возвращаемся в наш табель, переформировываем. Обращаем внимание, что у нас абсолютно все дни заполнили только КБ. Является ли это основанием для трудовой, что у нас человек на больничном? Нет, не является. И как раз-таки момент, который у нас был в компаниях и споры с инспекциями, это были именно вот из-за вот такого несоответствия. В свое время еще не был принесен больничный лист бумажный, когда это были бумажные больничные листы. В данном случае у нас не заполнен номер больничного листа. И при этом мы на самом деле с вами не знаем, действительно ли человек болеет, или человек просто там соврал, что он болеет. И справки у него не будет, ну, соответственно, у него не будет номера больничного листа, и на самом деле мы должны как-то по-другому с вами, будучи кадровиками, да, или расчетчиком, закрыть этот день. Опять же, так как вы не помните абсолютно всех, большинство работает в средних, в средних компаниях, или даже компаниях, то, что до 100 человек, все равно это нагрузка на сотрудника расчета зарплаты или кадровика, помнить, каждого запомнить в ситуации постоянных больничных, отпусков, какой-то вот текучки бесконечной, каждого помнить, а кому вы что поставили, нереально. Поэтому мой совет всегда, если вы не знаете и не получили номер больничного листа, то всегда заводите отсутствие болезни в прогулной явке. Лучше на этот день, когда человек пошел к врачу, заведите отсутствие по невыясненной причине. Если человек на следующий день вам принес больничный лист, заведите больничный лист. Но в данном случае не совсем корректно в табеле встает больничный лист. И плюс мы еще с вами тоже нарушаем, потому что мы не знаем, действительно, человек на больничном, плюс появилась вот эта вот галочка, что больничный еще не закрыт, она, ну, простите, не галочка, да, дописочка. Для чего она была сделана 1С, она была сделана для того, чтобы вы не путались, то есть мы не ставим в эту буковку Б первоначально. Мы всегда с вами первоначально ставим отсутствие по невыясненной причине. Когда появлялся бумажный больничный лист, первый больничный лист, например, закрывали, например, человек попал в больницу, и по итогу выписки из больницы, больничный лист в больнице, ему закрыли, но он должен в этот же день пойти в поликлинику или на следующий день, честно говоря, не помню этот нюанс, по-моему, идет обычно в этот же день, потому что выписывают с утра, и в этот же день открыть больничный лист уже в поликлинике и дальше наблюдаться. Обычно такое бывает после любого хирургического вмешательства, то есть операция проведена, человек пробыл в стационаре в больничном, а дальше он уже направляется по месту прописки в поликлинику для дальнейшего наградения у хирурга, возможно, снятие швов, какие-то еще процедуры дополнительные. Поэтому вот эта опция, именно надпись «Больничный еще не закрыт» нужна была именно для случаев, когда больничный лист у нас первый закрылся, например, второй только открывается, или когда у нас долгий продолжительный больничный, пример, человек шел и упал, в Санкт-Петербурге это достаточно распространенная ситуация, у нас не хватает витамина Д, и перелом частой шейки бедра это действительно у людей после 50. Это очень тяжелый больничный на несколько месяцев обычно, и конечно же больничный на несколько месяцев опять же по правилам медицинских учреждений никто не ведет, тебе больничный три месяца один и тот же обычно и тебе его закрывали спустя там две недели и открывали новый. Три недели больничный продлевают на третью неделю только с медкомиссией и только при достаточно серьезных травмах. Поэтому может быть такое, что вот это используется, когда уже есть у нас в системе больничный лист, когда мы точно знаем, что человек болеет, но у нас номера этого больничного листа нового, например, нет, но мы точно знаем, что там тяжелый перелом. В этом случае, когда уже первый больничный прошел по системе один-эсной, мы его увидели, мы узнали об этом, человек не врал, не в запой у нас месяц, он действительно у нас на больничном. Мы закрыли предыдущий и вводим новый, например, пока он доедет до врача, или когда уже новый больничный лист получает, или когда старый не закрыт, но у нас не было номера. Не было номера у нас только в случае, когда нам не донесли физически бумажный. Поэтому я думаю, в течение этого года вот эта волшебная надпись наверняка уйдет, один-эс ее уберет, это не самая бросающаяся и тяжелая ошибка. У нас есть реальная ситуация в системе, когда у нас система глючит, когда у нас есть ошибки. И это не критично, как бы это внешний вид, скажем так, но этот внешний вид может очень сильно запутать пользователя и привести к вот таким вот проблемам и разборкам потом с табилированием и с письмами счастья, скажем так, от инспекции. Поэтому мы всегда с вами, пока не получили номер больничного листа, ставим отсутствие по невыясненной причине. Если мы знаем точно весь период, насколько человека не будет, то мы ставим этот весь период. Если мы не знаем, то по закону, как положено, мы табилируем каждый день и раз в день. Если мы знаем, что, например, человек сказал, что я сегодня вот был у врача, мне дико хреново, у меня там ОРВИ, и я вот там появлюсь, дай бог, может через неделю. Это не значит, что мы верим ему на слово, даже если он позвонил лично нам, а не через своего руководителя, чтобы не играть в испорченный телефон. Мы ему все равно не верим, пока мы не получаем физический больничный лист либо номер, либо когда это было раньше бумажка с номером. Поэтому мы табилируем все так же. Но если мы знаем, что уже у него есть номер больничного листа, давайте попробуем вот здесь быстренько завести больничный лист. Например, там же точно. Знаю, что номер неверный, возможно, сейчас на него ругнется. Давайте попробуем. На неделю до 20 будет просто заболевание. средний заработок такой маленький, потому что тестовая база 2016 года в ней не идет начисление. Желтеньким горит то, что нужно пересчитать документ. И я не заполнила сверху организацию. Кстати, тоже зря поспешила, потому что после заполнения организации у нас идет перезаполнение по фамилии человека. Итак, провести. Обращаем внимание еще раз на нашу ругалку. Уже зарегистрировано отсутствие болезни явки. И в данном случае система нам даст провести документ, потому что больничный является одним из самых главных документов в системе. Больничный лист и увольнение по системе по учету именно времени. То есть явка у нас перекрывается любыми отсутствиями, которые мы обсуждали раньше, а все отсутствия круче них больничный и увольнение, потому что увольнение это полностью все обнуляет, больничный он перекрывает даже командировки, которые тоже на втором месте по важности. Насчитали, опять возвращаемся в наш табель и больничный лист у нас полностью проставился. К примеру, если бы у нас с вами была бы ситуация, что давайте наверное новый не будем менять старый, старый, который с 22 по 25 проведен. Например, мы точно знаем, что 30 он все еще продолжает у нас болеть, да, и мы пытаемся выбрать вот этот номер больничного листа. Мы не сможем это выбрать по той причине, что у нас здесь не подключен электронный кабинет и прямой запрос больничного листа с сайта ФСС. почему не подключен? Потому что необходимо передать обычную организацию, все данные об организации и где-то раз в месяц, иногда раз в месяц обновлять сертификаты на нашу базу и на нашу компанию, причем это происходит под каждой компанией, если у вас в зубе несколько организаций, вы, соответственно, подгружаете, точнее, не подгружаете, вы подгружаете сертификат на каждую компанию отдельно. Обычно делают это не вы, это делают обычно специалисты администратора, да, специалисты IT-службы или одиночники, но если это подключено, вот здесь была бы сразу же поля-то у нас есть, мы можем их прочитать. Здесь у нас был бы статус больничного листа, что да, у нас есть предыдущий больничный лист, здесь было бы физическое лицо, то есть была бы здесь тоже заполнена полностью строка, что человек болеет, вот тот же больничный лист, который мы заполняли, но со стороны ПСС, то есть все вот эти данные у нас были бы вот здесь, и мы могли бы выбрать этот номер в нашем отсутствие закрыть, с него свернуть, да, это я бы разворачивала, чтобы лучше было видно, мы могли бы выбрать его вот здесь, то есть уже ранее один проведенный больничный лист, да, как я говорила, который уже был системен, например, человек у нас с переломом, должен так валять в больнице или после какой-то операции, да, до поликлиники для наблюдений, например, вот там номер больничного будет у нас продливаться, мы понимаем, что это будет, например, тот же самый номер больничного листа, и поэтому, если он уже есть в системе, и мы его смогли подгрузить, соответственно, это первый момент с сертификатами, второй момент больничный, который уже действующий, мы можем здесь выбрать, да, и для себя вести, чтобы больничный еще не закрыт, такие случаи тяжелых травмопереломы обычно помнят в компании до 200 человек, когда опять же больше 200 человек, начинается уже средняя компания или тем более завод, никто, ни кадровик, ни расчетчик не будет помнить наизусть абсолютно всех своих в любой момент времени, кто у него сейчас болеет, потому что одновременно, да, у нас может болеть и несколько человек, и на каждого каждый раз помнить, а точно ли у меня есть номер, а точно ли я успела там водить спокойно отсутствие по невыясненной причине и не рецкуйте, при этом еще, помним, что здесь нужно были сертификаты, опять заходим в наш табель для чего-то рабочего времени и обращаем внимание, что у нас 30-31 у него выходной, поэтому наше отсутствие по невыясненной причине не сработало на 30-е число, но если мы бы сделали к примеру вот так и сформировали бы на 2 месяца и смотрим именно рабочие дни у человека встали на клинике. Расчет заработной платы аванса мы уже не успеем, я уже перебрала время, достаточно зарплата считается стандартным путем, что все дни больничные, все дни, которые у нас неявки, вы исключаются из оплаты больничный лист, мы все знаем, что оплачивается отдельно, зарплата идет только по дням, которые человек отработал, то есть вот за месяц, если вы не против, коллеги, кому нужно идти, конечно, вы можете уйти, если есть время, наверное, еще задержимся на пару минут, все-таки покажу зарплату, аванс отдельно начислять не буду и выплачивать, покажу только начисление зарплаты и разным за весь месяц, то есть как у нас это произойдет, и выберем нашего, просто чтобы закрыть эту тему и еще раз к ней не возвращаться, где у нас ок, не случайно, так, все, хотим развернуть, да, что у нас происходит, он у нас показывает, что у него отработано 12 дней и результат по окладу 65, ему будет начислено только 39, то есть за 12 дней, которые он работал, хотя норма в этом месяце, да, у нас, например, было 20 дней, сотрудник у нас был на больничном, больничный оплачивается отдельно и начисляется обычный за только рабочее время, то есть здесь все стандартненько, рабочие дни минус дни рабочие по графику неявок равно дни, которые отработаны, проверяем, в марте у нас с вами 8 дней больничного по табелью, 20 дней, 20 минус 8, у нас 12, все, 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 все корректно уформлено. На следующий период времени, если мы знаем точно, что человек на больничном, например, вторую неделю и он точно не собирается выходить, то да, мы можем с вами вводить отсутствие неявки, например, на всю неделю, если мы точно знаем, что до конца недели не появится, вот у нас уже был его больничный лист, у него продолжается он, мы это смогли либо увидеть с вами в кабинете, который по обмену с ФСС, либо мы уже увидели сам номер больничного листа, вот тогда, да, мы, конечно, можем завести ему еще раз отсутствие неявки и букву лучше НН, но если хотите, если вот у вас совпадают все остальные условия, то вот эта болезнь неявка при моменте, что у нас уже есть в системе номер и есть все сертификаты, если нет, то всегда заводим ННМ-ку, без вариантов, тогда не путаемся. При появлении больничного листа заводим больничный лист, больничный лист перекроет наши неявки правильной буковкой НН-ку, заменит на буковку Б, как, например, сейчас стоит НН-ка, больничный лист, если мы, например, продолжим на апрель, вплоть до 10 апреля, как у меня НН-ка, сейчас он пересчитается, еще тут вертил листик, да, и переформируем лишь табель, здесь у нас НН-ки заменились на больничный, вот в данном случае у нас будет правильно оформленный табель, у нас будут правильно оформленные документы неявок, нам не нужно помнить все условия если, которые я уже несколько раз прям специально останавливалась и повторяла, что будет если, да, вот какие должны быть условия, чтобы мы имели право вот эту галочку поставить и у нас не будет проблем с нашими мини-фондами, ни с проверками, ни с ПССом, ни с чем. Правильный учет спасает от многих претензий со стороны проверяющих органов и мы с вами никогда не берем на себя самодеятельность, мы являемся своего рода очень крутыми операторами, операторами системы, мы можем перепроверить систему, мы можем найти ошибки, но если мы сдаем все из системы и хотим, чтобы мы не руками все собирали, то мы изначально правильно, верно, корректно, без самодеятельности, вот мы поверили нашему Васю, что он точно на больничном, да, его точно мы ему больничный не занесем, нет, мы идем строго с вами по букве закона, то есть как требует кадровый учет, так и делаем, как требует именно бук учет в плане расчета заработной платы, так и делаем, бывает такое, что 1С вводит дополнительные параметры, которые мы сегодня с вами посмотрели, но когда они вводят, они подразумевают, что люди, которые будут пользоваться этими параметрами, они очень хорошо знают, для чего это. Обычные пользователи вот таких нюансов, пока не столкнутся со всей машиной, дело производства и со всей машиной проблем, могут наделать огромное количество ошибок и испортить себе обычную рабочую жизнь. Благодарю за внимание, надеюсь, лекция сегодня была у нас полезной. Я видела, что у нас присоединялись коллеги, не все смогли до конца досидеть. Если есть какие-то вопросы, вы можете написать их сейчас в чате, и я учту их при создании следующих презентаций, потому что идей достаточно много, пожеланий тоже. Не вижу. Коллеги, я не вижу, чтобы кто-то печатал что-то. Скорее всего, либо вопросов нет, либо возможно отключились от нас. но не вышли. Да, пожалуйста. Все, мы все с нами, вы досидели до конца. Если какие-то у вас вопросы есть, или идеи вебинаров какие-то, которые вам прям нужно рассмотреть в ближайшее время, можете написать на данную почту 1с собачка под online.com и поставить меня в копию по фамилии Гривенкова Эль, это Наталья впереди и аналогичная собачка кодер online.com в теме письма указать, что для вебинаров, вопросы для вебинаров и далее я посмотрю по почте, что придет, какие возможные темы нужно смотреть или буду двигаться в своем формате. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам огромное тоже за обратную связь. Очень приятно всегда получать. Да, спасибо. А я благодарна, что вы такие слушатели. Спасибо вам еще раз. Запись будет выложена на канал в течение дня двух. Если необходима презентация, на презентации достаточно обычно простыми делами, то же самое информация есть в рассылке. Запись будет доступна на ютубе через день, через два после форматирования и обрезания с самого начала, когда мы включаем запись заранее и технику. Спасибо вам огромное. Тогда до следующих встреч. Хорошего дня. в следующем рубляu. . Субтитры создавал DimaTorzok